В российских школах с нового учебного года начали вводить традицию поднимать государственный флаг. Такая инициатива поступила от главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Президент Владимир Путин также поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Ведь во многих регионах она уже существует. Сегодня мы находимся на базе 28-й школы, где учатся наши курсанты, курсанты клуба «Наследие». И сегодня наши курсанты на торжественной линейке вынесли знамя Российской Федерации. Так как сейчас на федеральном уровне поддержан проект о том, чтобы в каждой школе поднимался флаг России, то мы вот решили, что надо начинать это делать именно с тех школ, где наши есть курсанты. Даниил Сомов уже не в первый год возглавляет молодежный патриотический клуб «Наследие». Он занимается по всем канонам правильным делом не только по призванию, но и, как сам признается, по душе. Основное направление клуба – привлечение молодежи города к изучению истории родного края, отечества, воспитания в них духа патриотизма. Первое сентября – это не только праздник школ, институтов, политехникумов. Это и наш праздник, как у нас тоже начинается наш учебный год. Хоть мы и весь год функционируем, но наш учебный год. На сегодняшний день для курсантов разработаны учебные программы, по которым они будут заниматься. Это огневая, строевая, физическая, парашютная, медицинская подготовка. То есть они за курс обучения освоят азы. В этом году молодежному патриотическому клубу «Наследие» исполняется пять лет. В нем занимаются около 30 курсантов. Но вскоре планируется пополнение, ведьмагаданцы возвращаются с отпусков. В первую очередь это мое желание, потому что меня затягивают военно-патриотические клубы. Мне нравится строевая, стрельба, то есть все, что там преподают. И разные соревнования, в которых можно проявить себя. Рафик в клубе занимается более года. Для него «Наследие» – это некая площадка, которая помогает подготовиться к службе в армии, получить новые знания, отточить умения и навыки. В дальнейшем он планирует поступить в высшее военное учебное заведение.